Серёжа Олешкова На него наткнулись разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал майор Воробьёв. Они перенесли мальчика на руках через линию фронта и оставили в полку. Труднее всего было подобрать одежду для маленького солдата. Ну где найдёшь сапоги 30-го размера? Однако со временем отыскалась и обувь, и форма, всё как полагается. Молодой неженатый майор Михаил Воробьёв стал для Серёжи вторым отцом. А с лёгкой руки ребёнка майор нашёл своё семейное счастье. Прожил с Ниной Андреевной Бедовой, старшиной медицинской службы, всю свою жизнь. Серёжа помогал старшим товарищам как мог. Носил бойцам почту и патроны, в перерывах между боями пел песни. У Серёженьки оказался замечательный характер. Весёл и спокойно он никогда не ныл и не жаловался по пустякам. А для солдат этот мальчик стал напоминанием о мирной жизни. У каждого из них остался дома кто-то, кто их любил и ждал. Все старались приласкать ребёнка, но своё сердце Серёжа раз и навсегда отдал Воробьёву. Медаль за боевые заслуги Серёжа получил за то, что спас жизнь своему названному отцу. Однажды во время фашистского налёта бомба разворотила блиндаж командира полка. Никто, кроме мальчика, не видел, что под завалом из брёвен находился майор Воробьёв. Несмотря на продолжающиеся разрывы, Серёжа побежал за подмогой. Он привёл к заваленному блиндажу солдат, и те вытащили своего командира. Командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков, узнав о юном герое, наградил Серёжу боевым оружием – трофейным пистолетом «Вальтер». Позднее мальчик был ранен, отправлен в госпиталь и на передовую больше не вернулся. Известно, что Сергей Олешков окончил Суворовское училище и Харьковский юридический институт. Много лет проработал юристом Челябинский поближе к своей семье Михаилу и Нине Воробьёву. История сына полка Олешкова кажется легендой, если бы не старая чёрно-белая фотография, с которой доверчиво смотрит на нас улыбающийся округлолицый мальчик, с лихо надвинутый на одно ухо пилоткой. Гвардии рядовой Серёженко. Ребёнок, попавший в жернова войны, переживший много бед и ставший настоящим человеком. А для этого, как известно, нужна не только сила характера, но и доброе сердце.